Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на комментирование реплеев по зимнему турниру Мода Эннарод. Это второй тур, первый матч второго тура, в котором сражались Хуан Педро и... Это Фортрес. Короче, снова ник поменял. Значит, Фортрес играет за Изенгард. Старт в Дикарей, его оппонент Хуан Педро играет в Лориан и старт в Казарму, видимо. Или нет? Да, старт в Казарму, чутка, чутка медленно. Пробегают мечники, ну я так понимаю, что никто не брал рандомно, разумеется. Все знают, кто за кого играет, поэтому Фортрес, видимо, не будет брать палантир, он играет через баф на урон. И угадывает сразу же Хуан Педро, где качается его оппонент. Может попытаться сейчас забрать Дикарей. Сейчас нужно отступить. Правильно, чтобы выветрился бафчик. Но только отступает он слишком далеко, надо было отступать... Ой, пардон. Вот так вот отступить надо было бы. И из-за этого он не успеет ничего своровать. Да, он слишком далеко отступил. И Беркут в легкую забирает... Беркут это Фортрес, если что, забирает деньги и даже в спину еще и успел накоцать. Дикари теперь практически третьего уровня, то есть они уже не ровня... Нет, неправильно. Теперь они ровня мечникам, вот что я хотел сказать. Потому что до этого мечники бы их легко перебили, особенно под бафчиком своим. Если бы, конечно, Лорин в него играл, но Лорин в него не играет. Теперь же на втором уровне тут... То есть они одного воина убивают, становятся третьего уровня и в легкую перебьют мечников. Еще один отрядик. И даже еще один отрядик уже на базе, то есть это будет Раш. В принципе, достаточно много войск сейчас у Фортреса, чтобы пропушить. Выбежали лучники. Очень странное что-то происходит с этими мечниками. Хуан, Педро, во-первых, страдает фигней. Так, во-вторых, еще и контролит ими зря. Но, видимо, сейчас он ими не контролит, и это слитые мечники поначалу. Минус один Малорн. Возможно, минус второй Малорн. Пошли залпы от лучников. Под агрессивкой дикари умирают просто от каждого выстрела. Но здесь вторые дикари под бафом на урон забирают ключевую ферму. Начальные дикари забирают казарму. И это ГГ. Это ГГ прямо в начале игры. Подбегают еще дикари понемногу. Эта ключевая ферма может быть спасена, если кое-кто зафокусит крепостью, что он и сделал. Но здесь целый отряд жив. Почему-то... А нет, окей, он уже тоже под фокусом крепости. Но еще одна ключевая ферма была разрушена. Строится казарма. Есть 500 копеек сейчас у Лориена. Но это фиаско, однако. Подходят новые пачки дикарей. Маловато, конечно, дикарей. Но в целом ущерб уже был нанесен. И очень сложно сейчас будет Лориену восстановиться. Давайте взглянем быстренько. А здесь сразу же варги заказываются. Разумеется, Лориен не может позволить себе варденов. У него просто нет денег. У него нет денег ни на что. Он отстраивает экономику очень плотно к крепости. То есть, да, этот Малорн будет приносить максимальное количество ресурсов. Но зато вот этот очень мало. А здесь вообще, наверное, на 50% придется впихнуть. Так, орки, насколько я понимаю, не сбежали. Им хана. Дикари ждут. Видимо, дикари ожидают саппорта варгов. Вполне себе легко сейчас варгами можно продавить этот отряд. Видимо, Хуан понимает, что его ждет западло. Он сразу делает грейд и будет выходить в варденов. Один отряд он может себе позволить. Но даже в этом случае, даже если он отбивается сейчас от варгов, то его экономика сильно пострадала. При этом экономика фортреса не страдала вообще. Он нормально себе развивается. Я бы на его месте еще бы крипел, пока идет простой. Он может по 300, по 350 где-то копеек получить на каждом крипе варгов. И при этом дикари только в плюсе останутся от этого, прокачаются. Но он решил этого не делать. Снова атака пошла. Уже с разных сторон. А лучники сейчас пытаются забрать тролля. И это очень плохо для Хуана, потому что ему они нужны для отбивания атаки. Так, дикари побежали. А кого? А, я понял. Крепость фокусит вот эти вот два отряда. Но, к сожалению, их слишком много, чтобы она успела их перебить. Вардены забирают еще один отряд дикарей. Но, в целом, минус две ключевые. Хотя, наверное, уже нельзя называть их ключевыми, эти фермы. Потому что они были перестроены. Так что это уже не ключевые. Это просто минус две фермы. И Хуан Педро сдается. Вау. Это, наверное, самый быстрый матч на турнире до сих пор. Который я видел. Ну что ж, в таком случае давайте посмотрим на матч номер два. Когда игра загрузится. Да, у меня вот так вот после реплея игра прогружается. Я не знаю, в чем проблема. У всех так или только у меня. Но это сильно удручает. Наконец-то. Так. Матч номер два. Карта Холин. Что я еще успел заметить? Лориан против Ангмара. По всей видимости, теперь за Лориан играет Фортрес. А за Ангмар... Хуан Педро. Ну-ка, давайте посмотрим. Да, так и есть. Между прочим, неудобный матчап для Ангмара. На мой взгляд. По крайней мере, лично я не знаю, как правильно играть. Я всегда играю в спам одних орков здесь. И пытаюсь копить деньги на дорогих героев. То есть, когда появляется Король Чародей, то лорианцы... Сильно проседать начинают. Но до этого момента... Ну, можно, кстати, в Зафрагора выйти тоже. Но до этого момента Ангмар сильно страдает. Ух ты, ну это просто печалька. Сразу же сливается старт. Между прочим, мой вам совет. На таких вот картах за Ангмар не пытайтесь... Ну, погодите. Мне больно на это смотреть. Сначала рабочий, затем копейщики. Это несложно. Так, так, пошел, пошел, пошел. Все, молодец. Так вот, даже если бы этот старт не был слит сейчас... Ну, он не совсем слит, он частично слит. Просто очень медленно будет сейчас Хуан крипить. Из-за того, что половина копейщиков сдохла. Но не суть. Вот эта вот страта вначале невыгодная. Я вам не советую так играть. Потому что за то время, пока рабочий здесь помогал копейщикам крипить, можно было бы построить две мельницы. И у Хуана было бы много денег. Посмотрите сюда. Здесь четыре Малорна и уже казарма. При том, что для Лориэна это все более медленно происходит. Ну, то есть там войска же дорогие. Сносится сразу же... О, нет. Сносится казарма и... Ну, ГГ. Все, это конец. Фундамент остался. Беркут здесь ставит казарму. Ну, это просто фейл какой-то. Что-то Хуан не в форме. Он играет лучше, на мой взгляд. И этот матч закончился. Даже не знаю, за минуту где-то или за две. Вот такие дела. Ну, поздравим Беркута с победой. Я немножечко охренел. Очень слабо Хуан сыграл. Он может лучше. Намного лучше. Но в любом случае, всем спасибо за внимание. До встречи.